Доброе утро еще раз. Меня зовут Панченко Евгений и сегодня я рассказываю про операционные панели данных. Это специальное приложение Argus, разработанное для поддержки принятия решений. В первой части вебинара мы рассмотрим, что такое панели данных, операционные панели данных и непосредственно приложение конкретных задач. Мы с вами разберем, как устроены некоторые интересные, отобранные для вебинара операционные панели. И в третьей части вебинара я расскажу и покажу, как вы можете собрать операционную панель своими руками. В заключении я расскажу об условиях рецензирования приложения Professional Dashboard для Argus. И, конечно же, будут вопросы и ответы. Вопросы вы можете свои писать в окне чата непосредственно во время презентации. Ответы на них будем давать в конце самой презентации. Значит, идем дальше. Концепция панели данных – это относительно новое явление. И поэтому можно встретить разное определение того, что такое панель данных. Существуют также различные синонимы. И на слайде вы можете видеть то определение, которое фокусируется на главной задаче любой панели данных. Визуализация данных с целью повысить эффективность принимаемых решений. Давайте быстро рассмотрим, чем характеризуется панель данных, которая эффективно поддерживает процесс принятия решений. Во-первых, вся инфографика должна размещаться в пределах одного экрана. Не должно быть никакого скроллинга вниз по странице. Далее на панели должны отображаться только самые важные данные-индикаторы. И панель должна быть интерактивна для пользователя. При этом она должна быть интуитивно проста для восприятия. Данные на панели должны регулярно обновляться автоматически, без ручного ввода. И, конечно же, чтобы поддерживать оперативные решения, панели данных должны иметь настроенные оповещения и какие-то сигналы тревоги. Существует три типа панели данных. Операционные – это те, про которые мы говорим сегодня. Главная задача операционных панелей данных – это поддержка мониторинга бизнес-процессов. Это подразумевает отслеживание состояния ключевых индикаторов на основе данных реального времени. А также контроль прогресса относительно каких-либо целевых значений. Далее мы с вами более детально рассмотрим, как это работает. Также еще выделяют стратегические и аналитические панели данных. Стратегические панели используются управленцами, менеджерами для мониторинга KPI и используют не данные реального времени, а просто часто и регулярно обновляемые данные. Аналитические же панели используют данные, которые обновляются регулярно, но не часто. Их задача – это поддержка глубокой аналитики, оценочного анализа. Они используют большие данные. И данным задачам в технологической семье Argus соответствует специальное приложение Insights for Argus. Ну а мы дальше продолжим говорить именно про операционные панели и специальное веб-приложение Operational Dashboards для Argus, которое позволяет создавать собственные операционные панельки прямо в браузере и не требуя навыков программирования. По сути, работая с данным приложением, вы получаете готовые для использования, удобные и продуманные инструменты визуализации своих данных. Это карты, разнообразная инфографика, встраивание внешнего контента. И, что очень-очень важно, это настраиваемая интерактивность. Веб-приложение Operational Dashboards для Argus дает возможность настраивать интерактивность на двух уровнях. Во-первых, вы можете конфигурировать взаимодействие пользователя с элементами панели. Например, закладки на карте, можете настраивать переключение карт-подложек, переключение между вкладками, селекторы по датам, месту или группам объектов. Второй уровень интерактивности – это взаимодействие между самими элементами панели. Например, чтобы на графике по ключевому параметру отображались только данные, попадающие на актуальные зум-карты. Сегодня, например, мы с вами научимся настраивать оповещение о критическом снижении индикатора, рассчитываемого по данным реального времени. И, наверное, главная фишка панели данных, которая делает их таким мощным инструментом бизнес-анализа и бизнес-мониторинга – это то, что они собирают все данные в одном месте. Приложение Operational Dashboards для Argus работает со всевозможными видами данных – геоданными, со статическими данными, с данными реального времени. При этом данные реального времени могут быть динамическими, например, сбор данных через мобильные девайсы в полях, или стационарными, например, данные, поступающие от установленных сенсоров. То есть, со всеми этими видами данных реального времени приложение Operational Dashboards работать тоже может. Так, мы переходим ко второй части презентации, вебинара, и теперь рассмотрим конкретные примеры использования операционных панелей. В целом, существует несколько основных направлений использования операционных панелей. Какие-то фокусируются на мониторинге, какие-то больше фокусируются на аналитике, отчетности. Некоторые более сложные операционные панели могут быть использованы, например, для менеджмента чрезвычайных ситуаций. Теперь, когда мы поговорили про панели данных, про приложение Operational Dashboards, давайте посмотрим на уже существующие примеры использования. Я для вебинара отобрал несколько примеров, каждый из которых чем-то интересен. Вот перед нами панель данных полиции Филадельфии. Она заточена под мониторинг криминальной активности. Это отличный пример операционной панели, которая сложна по своей внутренней логике. Она очень интерактивна, но при этом эффективно организована, как с точки зрения компоновки, так и согласования цветовой гаммы. Эта панель фокусируется на мониторинге общей картинки, с одной стороны, с другой стороны, нацелена на формирование отчетности и проведение анализа данных. Она основана на потоке данных реального времени. Центральный элемент панели – это карта, где отображается преступление. Кликая по точкам на карте, можно получить информацию о конкретном преступлении. Она доступна через плывающие окна. Справа от карты находится еще один важнейший элемент операционной панели – это список объектов. На нем те же самые преступления отображаются в хронологическом порядке. При этом список динамически завязан на карту. Как видите, кликая по любому событию списка, вы автоматически зуммируете карту на локацию этого события. На этой панельке на основе данных по преступлениям автоматически генерируется и обновляется различная отчетная инфографика, компактная, упакованная в несколько соответствующих вкладок внизу карты. Вы видите гистограммы. Их наполнение можно регулировать. Также мы можем увидеть на этой вкладке круговую диаграмму, гистограмму и линейную диаграмму. Вместе они дают сводку данных о временных трендах совершения преступлений по дням недели и времени суток. Есть еще две вкладки, которые эффективно используют парную комбинацию элементов линейной диаграммы плюс индикатор с формирующей статистикой. Эта комбинация инфографики хороша для сравнительного анализа. Тут, допустим, на этой вкладке используются мультисерийные диаграммы. И мы можем видеть, отслеживать динамику не только по группам преступлений за год, но еще сравнивать динамику двух видов преступлений относительно друг друга. Последняя, но очень важная характеристика этой панели – детально настроены локаторы и кроссфильтры. Обратите внимание на верхнюю часть панели, на заголовок. На него, как правило, помещается логотип организации, название панели. Но вы также можете добавить сюда специальные селекторы. Переключатели объектов, числа, дат. Можно настроить выборку отображения за последние сутки, несколько дней, неделю, 28 дней. It's up to you. Еще один элемент панели – это левая панель. Она находится слева от карты. Этот элемент панели также используется для размещения различных настраиваемых фильтров. Например, с помощью фильтров здесь мы можем выбрать преступления по отделению полиции, по полицейскому округу, по типу преступления, дням недели, времени суток. Возможности для настройки этих фильтров большое количество. Обратите внимание, что остальные элементы панели связаны с этими фильтрами и автоматически отображают данные по отфильтрованной выборке. То есть мы видим, что, допустим, выбираем нападение, ограбление и тут же гистограммы внизу карты перестраиваются согласно выборке. И элементы на карте также отображаются согласно этой выборке. Это так называемые кросс-фильтры. И приложение Operational Dashboard дает возможность для очень широкой настройки подобных кросс-фильтров. Это очень удобно и существенно повышает эффективность процесса принятия решений. Давайте рассмотрим другой пример. Перед нами панель данных оператора беспроводной связи во Флориде, собрана для мониторинга аварийных ситуаций на инфраструктуре этого оператора. Красным цветом визуально выделены все элементы, относящиеся к проблемам с инфраструктурой оператора. Это пример панели, фокусирующейся скорее на мониторинге и операционном управлении с одной стороны и организации трудовых ресурсов с другой стороны. Давайте посмотрим на элемент карты этой панели. Она содержит с одной стороны статические данные об инфраструктуре оператора, при этом на ней несколько типов данных реального времени. Во-первых, мы видим оповещения о выходе из строя вышек связи. Слева от карты эти же оповещения приведены в виде списка, а также датчика оповещения о количестве сбоев. Список оповещений динамически связан со списком оповещений слева и вы можете видеть их на карте. Справа от карты находятся еще два списка, которые также питаются данными реального времени. Во-первых, это список сотрудников, отображающих их рабочий статус и местоположение. Во-вторых, это список рабочих нарядов и их статус выполнения. Оба списка также динамически связаны с картой. Как видим, на этой карте очень много чего происходит. Она динамически завязана на несколько окружающих ее элементов. Мы можем также видеть, что создатели карты добавили стриминговую погодную карту. Обратите также внимание на элемент панели датчик. Он показывает изменение счета или прогресса какого-либо индикатора в реальном времени. И в данном случае это объем потребленного трафика по сети. Вы видите, он меняется в режиме реального времени. Следующий пример, это пример панельки от Американской геологической службы, которая отображает хронику землетрясений. На основе потока данных реального времени тоже. Ее главный фокус это мониторинг очагов природного бедствия. И на карте одоброжены, вы видите, границы литосферных плит, очаги активных или же недавно зарегистрированных землетрясений. Справа список этих землетрясений. Что здесь интересно, во-первых, цветовой минимализм. Эта панель отличный пример того, как для эффективного донесения нужной информации не обязательно использовать много различных цветов. Можно обойтись буквально одним. Также хочу обратить внимание на левую панель. Она здесь появляется при наведении. Это настраиваемые свойства данного элемента. Здесь использованы фильтры в виде бегунка. С их помощью можно отфильтровать отображающиеся на карте землетрясения по магнитуде и давности. Левая панель, как элемент операционной панели, предназначена именно для размещения различных фильтров, селекторов, которые могут быть в виде бегунков, выпадающих списков и других форм. Давайте рассмотрим следующий пример. Очень интересная панель данных. Воссозданная карта парка развлечений «Мир юрского периода» на острове Ислан-Ублар по мотивам соответствующего фильма. В реальности ни парк, ни остров не существует. Это важно отметить. Однако сама панель данных вышла весьма занимательной. Она хорошо демонстрирует возможности операционных панелей для суточного наблюдения с организованными мероприятиями, например, или событиями. Она могла бы использоваться как руководством парка развлечений, так и охраной. При этом отлично бы смотрелось также и на большом экране в туристическом информационном центре парка, первом месте, куда прибывают посетители. Помимо удачной и очень приятной цветовой подборки, здесь есть несколько интересных инфографических приемов. Во-первых, справа от карты находится целый набор индикаторов, дающих общую информацию о деятельности парка. Часть индикаторов подразумевает данные реального времени, например, счет количества посетителей. Часть основана на статических данных и скорее играет общую справочную роль. На самой карте розовым отображаются активные веб-камеры, размещенные по всему острову, изображения из которых можно вызвать во всплывающем окне. Часть веб-камер при этом, самых ключевых, видимо, вынесена в качестве отдельных элементов справа на панели для постоянного обзора. То есть, руководство или охрана парка имеет доступ из своего кабинета к точкам наблюдения по всему острову, что, опять-таки, очень удобно и помогает принимать правильные решения вовремя. И, наконец, последний пример, который я хотел бы показать, это нестандартное решение для панели операционных панелей. По сути, здесь источником данных является видеопоток с многочисленных веб-камер, установленных в различных частях Новой Зеландии. Задача этой панели – мониторинг через веб-камеры в режиме реального времени неблагоприятных природных событий на объектах инфраструктуры. Хочется сказать, что решение очень интересное, но требующее быстрого и стабильного интернет-трафика. Здесь интересна настроена интерактивность элементов панели. Есть карта, отображающая неблагоприятные природные события. Она в центре панели. Например, сильный ветра или надвигающийся шторм. В настроенном всплывающем окне можно найти более детальную информацию о происшествии. Далее, при зуммировании к территории происшествия элементы веб-камеры обновляются, оставляя в активном окне только те камеры, которые попадают в экстенд-карты. Мне кажется, это очень круто. И обратите также внимание, что подобная кросс-фильтрация по камерам настроена и по административным округам. Это заголовки карты и на левой панели. Вот они. Здесь мы можем выбрать округ. И в активном окне будут подгружаться только те карты, которые размещаются в этом округе. Ну и вишенка на тортике – это встроенный погодный виджет на территорию мониторинга. Вы также можете свободно встраивать в свои операционные панели различный внешний контент, будь то стриминг с веб-камер, карты сторонних ресурсов или же различные виджеты. Все это доступно вам. В презентации я также даю вам ссылки на рассмотренные операционные панели. И если будет возможность, обязательно поизучайте их, пощупайте самостоятельно, своими руками. Это очень полезно. Ну а мы переходим к третьей части нашей презентации, нашего вебинара и посмотрим, как создать операционную панель своими руками. Во-первых, мы рассмотрим, как подготовить данные для своей операционной панели. Во-вторых, я покажу вам собранную мной и коллегами для данного семинара панель на основе данных реального времени. И мы вместе с вами конфигурируем на ней несколько элементов. Очень важно понимать, что операционная панель ARGIS выстраивается вокруг карты, вокруг веб-карты, которую вам необходимо предварительно подготовить. То есть, чтобы начать создавать панель, вам сначала необходимо подготовить данные и настроить веб-карту, которая будет являться ядром вашей панели. Давайте представим, что вы, пофантазируем немного, представим, что вы старший специалист в убыточной дочерней структуре одной региональной нефтяной компании и вашему руководителю необходимо вывести структуру на уровень рентабельности. Ваша же задача, как специалиста, подготовить операционную панель, которая будет помогать руководству мониторить ситуацию на основании данных реального времени. И, скажем, ключевым параметром для этого является пластовое давление по скважинам. Скажу сразу, я не нефтяник, данные, которые мы используем, симулированы, хотя и привязаны к реальным скважинам. Поэтому, если среди вас присутствуют нефтяники, не судите строго за нереалистичность, которую вы можете увидеть здесь. В окне настройки... Так, прошу прощения. В окне настройки веб-карты вы подготавливаете следующие параметры. Необходимо подгрузить веб-слои, которые вы будете использовать. В данном случае это скважины с необходимыми параметрами. Далее вам нужно выбрать базовую карту. У меня здесь комбинация из двух для нужной визуализации. И также вы настраиваете всплывающие окна вашего веб-слоя, в которых будет отображаться подробная информация по атрибутам пространственных объектов на карте. Вот здесь вы можете выбрать нужные вам атрибуты, которые будут доступны для отображения по клику по объекту на карте. Далее настраивается стиль отображения ваших данных. Это тоже делается в веб-карте. Вы не сможете сделать это через меню операционной панели. Здесь я выбираю любимый мной стиль светлячков, светлячки One Love. И используем его для отображения скважин. Обратите внимание, что здесь размер значка соответствует значению параметра. В данном случае это пластовое давление. То есть чем больше пластовое давление, тем больше размер значка. И поскольку мы используем данные реального времени, необходимо настроить интервал обновления. Для данного слоя я поставлю 0,2 минуты. То есть данные в реальном времени о пластовом давлении по скважинам будет нам поступать, обновляться с такой частотой. Также вы можете на своей карте сейчас я сохраню. Также вы можете на своей карте добавлять пространственные закладки. В меню панели операционной это невозможно будет сделать, поэтому самые важные какие-то закладки нужно заранее подготовить. Вот я здесь для демонстрационных нужд сделать две закладки. Какое-то детальное приближение и крупный план. И также важно отметить, что создать операционную панель можно непосредственно из окна веб-карты. Для этого мы переходим на общий доступ. После того, как все подготовили, все данные подготовили, дальше создаем веб-предложение и переходим на вкладку Operations Dashboard, где мы тут же можем добавить нашу подготовленную веб-карту с подготовленными веб-данными на панель данных. И дальше уже редактировать панель в меню приложения, веб-приложения. Значительная часть элементов панели и основных настроек, вот вы можете видеть список доступных элементов для операционной панели Argus. Значительную часть из них мы уже видели на готовых примерах, поэтому я не буду фокусироваться на списке доступных приложений, элементов и их настроек. Вы можете сами их изучить, когда получите презентацию. Я для вас собрал здесь всю самую необходимую информацию. Хочется отметить, что возможностей для визуализации данных в приложении Operations Dashboard много, и настроек по каждому элементу еще больше, что открывает достаточно значительный простор для творчества. Дальше давайте перейдем к конфигурации операционной панели, которую мы заранее подготовлены. Здесь уже подгружены веб-карты со всеми настройками. Мы подготовили их заранее. Значит, вот здесь мы видим всплывающие окна, основная информация, дальше список слоев, возможность переключения базовой карты. Также я добавил список по скважинам слева, отсортированный, где указано пластовое давление номер скважин и дебет гистограмму с топ 20 скважин по дебету. Далее давайте попробуем добавить на панель важнейший для нашего мониторинга параметр. Это среднее пластовое давление по всем имеющимся скважинам. Для этого выбираем нужный слой, среднее арифметическое параметр статистики, formation, это вот, собственно говоря, атрибут по пластовому давлению. Выбираем максимальное значение, немножечко подправлю внешний вид, выберу нужный тип датчика. Также добавим немножечко светофорного принципа. Для, допустим, у нас среднее давление от 0 до 120. это зона глубокой убыточности, ее поставим красным, от 120 до 180. Среднее значение, это значит зона стресса, и зона от 180 до 300. Значение пластового давления, это комфортная зона, значит, работа скважин идет в норме, данный сектор добычи не убыточен, и это достаточно важный индикатор. Таким образом, мы за несколько кликов вывели этот датчик на панель. Вы видите, что его значения меняются вслед за изменением, за обновлением данных по пластовому давлению. То есть, это динамический индикатор. Дальше, больше. Сейчас я покажу вам, как можно сделать еще более сложную инфографику. Сейчас мы настроим индикатор с оповещением, появляющимся при пересечении параметров параметром порогового какого-то значения. Давайте представим, что нашему менеджеру очень важно понимать, когда пластовое давление падает ниже критического значения 120, ну, допустим, в более чем 10% скважин. Это представим один из этих параметров, который говорит об убыточности, нефтедобычи на данном участке. То есть, мы будем сейчас настраивать индикатор с оповещениями, которые нам будут сообщать о сценариях, когда более 10% скважин начинают давать, вернее, для этого нужен элемент индикатор, выбираем нужные данные, нужные, сейчас настроим фильтрацию, то есть, нам нужно пластовое давление менее 120, добавляем пороговое значение, это 20 скважин, у нас всего 200 скважин, и 20 скважин это будет 20%, вернее, 10%, сейчас нам значение 20 в штуках нужно поменять на проценты, то есть, видим, 15 скважин, это 75% от 20 штук, это то, что на данный момент мы имеем на карте, добавлю сейчас подпись к индикатору, пластовое давление меньше 120, давайте немножко настроим подпись, и дальше настраиваем условное форматирование, то есть, что происходит при сценарии, если настроенный индикатор пересекает пороговое значение, то есть, в данном случае 100%, 100% в нижней части индикатора, это для нашего менеджера очень плохо, и мы на этот случай настраиваем альтернативную визуализацию этого индикатора, сейчас я также вобью текст оповещения, допустим, он будет такой, давайте ему тоже добавим агрессивный цвет, чтобы визуально этот индикатор, это оповещение было однозначно видно на панели в случае проявления, и добавляем его на панель, то есть, сейчас у нас ситуация нормальная, что мы видим, у нас 13 скважин из всех 200 дают пластовое давление меньше 120, вот уже 18, это 90% от того порогового значения рентабельности, которое мы с вами установили, как только будет 100% и выше, этот индикатор нас незамедлительно оповестит, а я пока немножечко настрою компоновку элементов на панели, чтобы это все выглядело более эффективно и презентабельно. Так, вот, настроили, расположили все грамотно, и мы видим, что индикатор наш меняется, как и датчик внизу тоже, оп, и мы получаем оповещение о превышении порогового значения, опять ситуация нормализовалась, но как-то так это работает. Настройки для условных оповещений достаточно широкие, вы можете подстраивать их под свои нужды, это очень эффективный инструмент, который предоставляет вам приложение Operations Dashboard для Argus. Дальше, теперь, когда все элементы панели размещены и настроены, можно переходить к более тонкой настройке нашей панели, это значит, мы сейчас будем настраивать интерактивность элементов панели, давайте настроим выделение и зуммирование на карте, выбранных в списке слева скважин, то есть, для этого мы заходим в настройки списка, заходим на вкладку действия, добавляем действия, которые мы хотим выбрать, ну, допустим, это будет зуммирование и выделение, и необходимо добавить еще, да, целевой элемент, то есть, карта, сейчас мы при выделении какой-либо скважины в списке получаем зуммирование на карте автоматическое и подсвечивание, при этом выделение множественное, можно выделять сразу несколько скважин, теперь обратная задача, давайте настроим выборку для списка, фильтр для списка так, чтобы в списке отображались только те скважины, которые появляются у нас в экстенте, карты, это делается в настройках карты, также выбирается целевой слой и мы видим список скважин изменяется в соответствии с тем, что у нас имеется на карте в актуальном экстенте, дальше давайте настроим связь между гистограммой топовых по дебету скважин и картой, для этого заходим в свойства гистограммы, заходим во вкладку действия, выбираем то действие, которое нас интересует подсветка и выбираем целевой слой карту, то есть сейчас при выборе интересующие нас скважины на гистограмме мы видим, что они подсвечиваются, эта скважина подсвечивается и группа выделенных скважин подсвечивается на нашей карте, интерактивность и динамическая связь между элементами панелей это одно из ключевых свойств операционных панелей и приложение Operations Dashboard для Argus имеет в этом плане очень значительный инструментарий, который позволяет настраивать операционную панель самым разным способом. Ну и еще одна вишенка, в самом конце еще одна вишенка на тортике, погодные условия, особенно зимой для этой территории, это Западная Сибирь, очень важная переменная в любой деятельности, поэтому с помощью элементов встроенной ресурсы я добавил на карту погодный виджет, который в свою очередь имеет множество настроек и будет очень полезен на многих других операционных панелей и для для сибирской территории особенно и наверное особенно зимой. Так, мы закончили с конструктором панели, теперь позвольте немного рассказать об условиях лицензирования, веб-приложение Operational Dashboards для Argus тесно интегрировано с Argus Online и поставляется под лицензией последнего, то есть если у вас есть лицензия Argus Online, у вас есть Operational Dashboards. То же самое справедливо для лицензии Argus Enterprise начиная с версии 10.6. Стоит отметить, что веб-приложение появляется уже с версии 10.6.1 а более ранней версии 10.6.6 это мы говорим именно про Argus Enterprise есть инсталлятор приложения. Также обратите внимание на ссылки на дополнительные ресурсы это для тех кому хочется поглубже разобраться в анатомии операционных панелей как их использовать как вообще они устроены и конечно же я хотел бы вас пригласить на 24 конференцию ESRI которая пройдет в конце октября на ней я буду делать мастер-класс по операционным панелям где буду рассматривать более продвинутые и тонкие возможности этого приложения на конференции будет множество полезных мастер-класс от моих коллег мастер-классов от моих коллег и приглашенных гостей и презентации будут по всему спектру современных геопространственных технологий от ARGIS поэтому присоединяйтесь к нам в октябре будем ждать ну и конечно же добавляйтесь на